Друзья, приветствую вас на канале Алекс Войда. В этом видео я расскажу о приспособлении для гибкого оргстекла. Мне понадобилось согнуть оргстекло и для этого я изучил способы работы и конструкции различных приспособлений для гибкого оргстекла и обобщил все это в своей конструкции. Гибкого оргстекла происходит при его нагреве теплом, выделяемой нехромовой проволокой. Такая проволока применяется повсеместно в электроплитах, тепловентиляторах или фенах. Вы можете использовать вышедшие из строя приборы или, как я, купить спираль, предназначенную для ремонта электроплитки. Как видите, подставка для сверл отлично прижилась в мастерской, так же как и остальные элементы навески французской планки, которые я сделал в начале этого года. Перейдя по ссылке в правом верхнем углу, вы можете увидеть мою реализацию французской планки и то, как я ее использую. Для точной гибки и соблюдения угла изгиба приспособление должно иметь подвижную часть, отклоняющуюся на заданный угол. У меня такая подвижная часть изготовлена из фанеры толщиной 10 миллиметров и крепится к основанию на обычных петлях. Между торцом подвижной части и торцом основания предусмотрено пространство шириной 6 миллиметров. Чтобы зафиксировать нить в пространстве между основанием и поворотной частью, я изготовил две деревянные направляющие, просверлив в отрезках рельки отверстие диаметром 1 миллиметр. Эти отрезки я приклеил к торцу основания. Теперь можно определиться с длиной нагревающего элемента. мое приспособление предназначено для изгиба оргстекла на 90 градусов. Фиксацию на 90 градусах обеспечивают два упора, изготовленные также из фанеры. Форма упора определяет угол поворота. Вы можете изготовить упоры любой формы и, соответственно, получить необходимые углы изгиба. Чтобы приспособление было компактным и удобным, я поместил проводку цепи нагрева в основание. Для этого я фрезером выбрал несколько пазов для проводки и выключателя. Расположение проводки внутри основания позволило вывести проводники непосредственно в область нагрева через отверстия в торце основания. Собираю цепь, впаиваю кнопку выключателя, провода фиксирую в пазах термоклеем. Размер основания 350 на 450 миллиметров. Мое устройство позволяет изгибать заготовки до 250 миллиметров, но вы можете сделать для себя любой необходимый вам размер. Следует предусмотреть запас места для установки фиксирующих элементов, подключения проводников и натяжного устройства. При нагреве нить будет расширяться и увеличиваться в длине. Для изготовления натяжного устройства я использовал пружину педали сцепления для ВАЗ-2108. Такая пружина продается в любом автомагазине. И крюк, изготовленный из самореза. Изготовление натяжителя из резинок или пружинок из ручек даст плохой результат. Более сильная пружина позволит удерживать струну в натянутом состоянии постоянно. Если пружина окажется длинной, как в моем случае, ее всегда можно укоротить, отпустив несколько витков паяльной лампой. Чтобы не испортить всю пружину при нагреве, я вставлял между витками лезвие канцелярского ножа. С одной стороны нить нагрева зафиксирована с помощью самореза, с другой через пружину на крюк. Нить продета через направляющие, на саму нить надеты два винтовых клеммника. С их помощью я замкнул цепь нагрева через нехромовую нить. Важно помнить, что спирали рассчитаны на определенную мощность и подключение к бытовой электросети должно происходить целиком. При уменьшении длины подключенного участка потребляемая мощность возрастает. Это может привести к аварии и пожару. Также важно помнить, что работа с напряжением 220 вольт чревата тяжелыми электротравмами. Соблюдайте технику безопасности. Не используйте прямое подключение нагревательного элемента к сети 220 вольт. Я вообще не советую использовать напряжение выше 12 вольт для сборки цепи нагрева. В своей конструкции я использовал понижающий трансформатор постоянного тока. Благодаря его использованию цепь нагрева стала безопасной. К тому же это позволило мне выпрямить спираль в струну и нагревать только ту часть, которая располагается непосредственно под областью сгиба. Позаботьтесь о безопасности. Если ваш трансформатор не имеет предохранителя, включите его в цепь. Пока я собирал и испытывал цепь, я умудрился закоротить ее. Предохранитель на 10 А сгорел в одну секунду. Если бы его не было, сгорел бы трансформатор. А это обидно. Такой предохранитель и колодку для него можно купить в любом автомагазине. Я рассчитал положение места сгиба относительно края заготовки и на таком расстоянии установил упор из небольшого куска рейки. Упирая заготовку в упор и фиксируя ее на основании, я получил линии сгиба точно в определенных местах. Чтобы ускорить этот процесс, я использовал обрезок МДФ с наклеем на него отрезком алюминиевого скотча в качестве отражателя. Моя конструкция нагревает заготовку до пластичного состояния примерно за 3-3,5 минуты. После этого я выключаю нагрев, поднимаю подвижную часть и фиксирую заготовку в новом положении, пока оргстекло не потеряет пластичность. Это занимает около минуты. А если подуть на область сгиба, то и того быстрее. Из этой заготовки я сделал футляр для своего проекта по восстановлению старой советской отвертки. Перейдя по ссылке в правом верхнем углу, вы можете увидеть, что у меня получилось. На этом все. Надеюсь, мой опыт будет вам полезен. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. До свидания и успехов вам в ваших проектах! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!